Здравствуйте, дорогие товарищи! Вы, наверное, что-то слышали в своей жизни про триптофан. Но сейчас по порядку. Как действительно можно убрать стресс, тревогу, укрепить сон, память, поднять уровень серотонина, чтобы вернуть хорошее настроение и снизить уровень гормона кортизола, ну, который отвечает за стресс, а тем самым улучшить настроение и повысить работоспособность. Про память, стрессы у меня были видео, и ссылки на них я вам оставлю. Под этим видео вы потом обязательно посмотрите. Но одним из главных компонентов для всего этого служит аминокислота триптофан. Но нам нужна не просто аминокислота, иначе она пойдет на процесс биосинтеза белков и все, то есть израсходуется, нам нужно иное. Вот почему и был создан уникальный продукт 5-HTP или по-другому 5-гидрокситриптофан. И еще к тому же липосомальный. Напомню, липосомы это такие фосфолипидные оболочки, куда внутрь вовлекается какое-то вещество, любой витамин или минерал. Такая оболочка в желудке не растворяется, и данный минерал или витамин, ну, собственно говоря, проникает дальше. Вместе с фосфолипидной оболочкой в следующий отдел ЖКТ 12-перстную кишку. Далее всасывается, как мономер, в кровь, разносится кровью во любую клетку нашего организма. Там, где нужно, раскрывается, а сама фосфолипидная оболочка идет на построение наших клеточных мембран. То есть вот такое безотходное производство и 100% КПД усвоение. Про отличие простой аминокислоты триптофана от 5-гидрокситриптофана я расскажу чуть далее. Вам это очень важно знать, уверяю вас. Но это ближе к концу видео. Да, чтобы мне не писали, всегда пишут, всегда, как не разжевываешь, поскольку раз, еще раз, вот прямо сейчас скажу. Если вы захотите приобрести данный препарат, как и любые липосомальные иные витамины и минералы, ссылки все я вам оставлю прямо под этим видео. Заходите, нажимаете, попадаете на товары, читаете и заказываете. Продолжаю. А сейчас совсем кратко, что же это такое за вещество? 5-гидрокситриптофан. А это много что, не что-то одно. Это и натуральное, мягкое, успокаивающее средство, которое не вызывает привыкания. Это и эффективная помощь в борьбе со стрессом. Оно улучшает качество сна и нормализует циркадные ритмы. Помогает регулировать аппетит и снимает, снижая тягу к сладкому. При его приеме переедание, ну, практически невозможно. Значит, это средство поможет и тем людям, которые никак не могут удержать себя вот в этих перекусах вредных, в поедании чего бы то ни было на ночь, вечером. Значит, это поможет вам снизить инсулинорезистентность. Чуть далее я вам расскажу, как это вещество помогает бороться с вредными зависимостями. А сейчас чуть подробнее поясню то, что я говорил, ну, совсем кратко. Первое, это поддержка психического здоровья и состояния. 5. HTP помогает справиться с продолжительными последствиями вредных стрессов. Снижает тревожность, раздражительность, агрессивность. Но и апатичное состояние тоже помогает успокоиться при этом и расслабиться, что для многих людей сейчас предельно важно. Теперь про повышение качества сна. Гидрокситриптофан является предшественником мелатонина. Поэтому прием данной специфической формы этой аминокислоты способствует коррекции нарушений сна, вызванных как системными расстройствами и психическими патологиями, так и сменой, например, часовых поясов, ну, и иных каких-то изменений в привычном образе жизни. Причем прием этой формы аминокислоты трептофана не вызывает состояние сонливости. После пробуждения нет ощущения разбитости. Во время бодрствования сохраняется работоспособность и концентрация внимания, что, ну, очень важно. Теперь про контроль аппетита. Эта аминокислота снижает аппетит и способствует контролю веса благодаря его влиянию на уровень серотонина и чувство насыщения. Он также способствует снижению симптоматики синдрома раздраженного кишечника, такими как боли в животе, вздутие и изменения в стуле. Да, я еще не говорил про профилактику разных патологий сосудов и головного мозга. Дело в том, что при хронических головных болях различных типов, мигрень, головная боль при напряжении, перенапряжении, боль в висках и так далее. И эта аминокислота успешно используется для лечения и профилактики, уменьшая частоту боли и их интенсивность и продолжительность. Скоро я расскажу вам про отличие от гидрокситриптофана от просто аминокислоты триптофана. Мол, кто-то скажет, ну, буду я больше ее есть, там откуда-то куплю просто аминокислоту триптофан. А сейчас, как и обещал, я расскажу про борьбу с зависимостями. Доказано благоприятное воздействие данной формы аминокислоты на психику в борьбе с алкогольной и табачной зависимостями. Достаточная концентрация 5-гидрокситриптофана способствует снижению тяги к спиртному и курению, способствует уменьшению раздражительности и является профилактикой рецидивов. А еще к тому же данная аминокислота оказывает противовоспалительное действие и является антиоксидантом. Да, данная аминокислота действует против воспаления и преждевременного старения на клеточном уровне, участвует в выведении свободных радикалов, причем антиоксидантная активность у этой аминокислоты выше, чем даже у витамина С. Еще одно очень важное свойство этой формы аминокислоты триптофана заключается вот в чем. Ну а конкретно в поддержании текучести клеточных мембран при окислительном стрессе, что защищает все клетки от повреждения при воспалениях. А вот какие проблемы возникают, когда в организме есть дефицит этой аминокислоты, посмотрите сейчас просто на экране, нажав стоп-кадр. Ну а теперь про отличие просто аминокислоты триптофана от 5-гидрокситриптофана. При приеме, ну например, в любом препарате чистого триптофана, большая часть его молекулы идет именно на синтез белка, как и любой другой аминокислоты. Просто триптофан всегда сначала в ЖКТ нашем преобразуется в 5-гидрокситриптофан, и только после этого в серотонин. Вот в чем тут суть. Ну а если триптофан не преобразуется в 5-гидрокситриптофан, то дополнительный прием триптофана никак не повысит уровень серотонина. А вот эта пищевая добавка с чистым 5-гидрокситриптофаном гораздо эффективнее триптофана. Дело в том, что липосомальный 5-гидрокситриптофан легко проникает сквозь гематоэнцефалический барьер, и как это вещество попадает в организм человека, оно начинает действовать буквально сразу, то есть по крайней мере быстрее, так как молекулы уже готовы к направленной своей работе. А еще 5-гидрокситриптофан имеет огромное преимущество с обычной аминокислотой триптофана в том, что его можно принимать с пищей, и не нужно беспокоиться о том, будет ли он усвоен в отличие от триптофана, который просто потом пойдет на синтез белка. А теперь особое внимание, почему большинства людей в наши дни нарушен вот этот естественный, казалось бы, процесс преобразования триптофана в 5-гидрокситриптофан, а из-за высокого уровня гормона стресса кортизола. Кстати, посмотрите мое видео про кортизол, кто еще его не видел, я оставлю вам под этим видео очень важный, поверьте мне, ссылки. Вот по этой глобальной теме, посмотрите эти видео потом все непременно. Но еще этот процесс нарушен у большинства людей из-за инсулинорезистентности, из-за повышенного уровня сахара в крови, либо из-за недостатка определенных витаминов и минералов, например, из-за дефицита магния и из-за дефицита витамина В6. Вот это прям, что называется, выпишите в конспект. А потому, сразу скажу, я очень советую принимать вот этот 5-гидрокситриптофан вместе с вот этой формулой группы витаминов В, куда входят от В1 до В8, включая В6, само собой, и с магнием, и тут выбирайте, либо магний 4 в 1, конечно, лучший, но либо липосомальную форму магния. Это тоже, кстати, новый препарат, недавно появился, потому что был магний 4 в 1. Кстати, при болезни Паркинсона улучшается состояние больных при приеме 5-гидрокситриптофана. Ну и вообще, я не буду перечислять сейчас все плюсы, какие дают для здоровья и активного долголетия, для бодрости, ясности ума, вот этот важный препарат, ну, говоря проще, аминокислота в определенной ее форме. Что же касается профилактики патологий сосудов и головного мозга, то это вещество стоит применять тем, ну, у кого есть мигрени, у кого есть любое нарушение работы нервной системы, у кого есть, внимание, нарушение координации движений, например, из-за дисфункции мозжечка, а также тем, у кого есть боли в мышцах, у кого есть самопроизвольное сокращение мышц, ну, что называется, судороги в ногах, например, тогда обязательно магний, вот этот как раз комплекс 3 в 1, и, конечно, вот этот 5-гидрокситриптофан, тогда судороги, спазмы пройдут точно. Ну, и, конечно, при болезни не только Паркинсона, но и Альцгеймера, при любых возрастных, ну, скажем так, угасаниях когнитивных функций человека. Улучшение работы мозга будет в любом случае, безусловно, и это применимо, совместимо с любыми медицинскими мерами, назначениями, например, кому-то для улучшения кровоснабжения мозга, улучшения синтеза в амитохондриях АТФ, там, и после, например, травм каких-то, ушибок гематомы головы, назначают, например, такой препарат, как Набен или аналог, и Мексидол, скажем. Можно, вы спросите, можно будет только лучше. Это, естественно, усилит выздоровление, и будет только положительное действие. Что касается коррекции, ну, повышенной массы тела, мягко так скажем, посмотрите вот этот слайд, идем дальше. Вот как применяется данный препарат. Но, если вы захотите подробнее изучить, как применять, схемы там, все остальное, зайдите обязательно, в любом случае, по ссылке под этим видео, на данный препарат. Он будет самой верхней ссылкой под этим видео. Вы попадете на наш сайт nadgard.ru, или продукты от Фролова, прямо на этот препарат, и прочтите. Там будет подробно расписано, как применять, сколько баночек там надо на один месяц, как долго применять. Скажу лишь сейчас очень важный момент. Потреблять больше, чем сказано, можно. Дана специальная такая юридическая тонкость, ну, так положено. Вот прям минимальная на самом деле доза. То есть та, которая рекомендуется, она прям минимальная. Принимать больше, вы хотите, если спросить, можно? Можно. Идеальный вариант для взрослого человека по одной капсуле, ну, три раза в день. Можно утром, например, две. А можно, например, утром две, а потом по одной. Или даже второй раз в день, одну или две днем. То есть от двух до шести капсул в день можно. Про комбинацию с магнием и витамином В6 я уже сказал. Это очень важно. Так и рекомендую. Второй ссылкой под этим видео будет ссылка на все липосомальные препараты данной серии. Там вы найдете и одну группу витаминов В, с В1, по В8, и вторую, где В6, В9, В12, и все-все-все остальное, включая там йод, что хотите. А вы обязательно зайдите по ссылке и посмотрите, какие вообще липосомальные препараты существуют. И еще оставлю вам ссылку, третий по счету, сверху на препараты профессора Исаева. Это целый пласт важнейших, ну, скажем так, жирных кислот с комбинациями определенными. И вообще видео о профессоре Исаеве и с ним посмотрите. Чтобы вы ничего не искали, ссылки все необходимы, я оставлю вам прямо под этим видео. Поэтому лишь в завершении скажу, что мы отправляем любые наши товары, а ваши, соответственно, заказы у нас, в любые города России и любые страны мира, если в этих странах есть компания Почта России. То есть это легко, вы сможете сами проверить. Ну, это почти все страны, кроме там Новой Зеландии, Австралии и на данный момент в Германию. Пока не можем напрямую отправить, потому что там сумасшедшие таможенники. Ну и политики, само собой. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok